Начал. Руководители академических сообществ, доктора философских наук, социологических наук, психологи, психиатры, методологи. Многие уже вас знают, ваши друзья. Наша задача сегодня поближе познакомиться, наметить планы на будущее мероприятие. Сегодня важный такой день, посвященный, вспомним наш зум-конгресс кибернетика стресса и памяти Нобелевского уриата Ганса Селье, который мы провели 16 апреля, и концепцию кибернетики стресса. Но, если хотите, профилактики угроз, связанных со стрессом, разработанной Хасаем Алиевым, это его инструментарий методологии «Ключ» и школа «Гомофутурис». Человек будущего. Человек будущего – это человек творческий, человек интегральный, человек ноосферный, ну и, наконец, человек космический. То есть мы вот так это подразумеваем, так видим. Здесь рассчитываем, что те конгрессные зум-мероприятия, которые нам предстоит провести, подготовить. И юбилей вернадского 160 лет будет 12 марта. Стресс-конгресс мы проведем 4 марта. Это будет день рождения Хасаа Магмедовича Алиева. Вот мы уже дважды проводим, потому что в 2021 году ему было, что проводили такой конгресс. И вот через два года ему будет, пускай не круглый, дата 73, но тоже, значит, и поздравим, и проведем такой конгресс. Я приглашаю всех участников войти в программный, организационный комитет этого конгресса. Значит, слово передаю для приветствия всех гостей и прочих Хасае Магмедовичу Алиеву. Потом позвольте сделать краткую презентацию. Значит, вот наши картины, которые мы с Юрием Ивановичем воровском сделали. И потом уже такая встреча, обсуждение рабочее пойдет. Принимается? Я вас приветствую сердечно всех и каждого в отдельности. Желаю вам здоровья в новом году и счастья, чтобы в новом году у нас было много причин для радости, для вдохновения. Ну, я так считаю, что с каждым разом, когда мы встречаемся вот так вот, то мы еще больше и больше омолаживаемся. Коленька, я на тебя смотрю, ты прямо вообще молодой стал, прямо даже не знаю, что сказать. И вообще все молодеют. Я так думаю, что если люди занимаются любимым делом, они все время питаются какой-то необыкновенной божественной энергией. И поэтому смотрю, лица у всех такие светлые, такие глаза ясные, глаза мудрые. И я желаю вам счастья, друзья. Коленька, включайся, пожалуйста. Я уже сказал свое приветствие. Николай, микрофон. Юрий Иванович Борохов, а потом продолжим презентацию. Надо выключить эту презентацию. Максим Конторович, там награды и книги. Юра, покажи презентацию. Может, сначала я пробью награды и книги, а потом уже на презентацию, наоборот. Давай, с первого наград начнем. Так, что, просто двигаюсь? Да, только с первого начнем. У меня как открылось, так и иду. К сожалению, тут нет у меня первого. Я вот, как оно есть, так и есть. Хорошо? Давай, давай, давай. Ну, я хотел бы сказать, что Хасай Матвеевич Алиев получил заслуженные награды. Вот, сертификат. Сертификат вошел в книгу рекордов Гиннеса за самую быструю методологию, позволяющую с большими группами, местами людей при встрече. Далее, работал с силовыми структурами и получил награды и дипломы от силовых ведомств. Фактически участвовал в реальных, как бы, последствиями террористических актов, техногенных катастроф и так далее. Значит, вот сертификат, автор, вот это, покажи вот этот, пожалуйста. Вот предыдущий, да. Автор самого скоростного в России метода политических занятий по средству и подготовке к повышению психологической устойчивости по системе ключ. Вошел в Российскую книгу рекордов и достижений Гиннеса. Значит, ну, вот здесь это участие в программе «Марс». Это у нас, вот это, вот давай почитаем. Решение моркомитета, да-да-да-да, машиноведей, Татай Алиев. Это у нас институт машиноведения имени Богонравова. То есть это работа с Академией наук. Он работал в космической медицине, значит, ну, здесь участвовал в подготовке там войск и контингента, там даже стран НАТО и, ну, этих, ну, очень много, как бы, этих наград и прочих книг. Покажите, пожалуйста, хватит награда. Все видят, что очень много, значит, книги. Значит, автор сотен книг-бестселлеров, значит, тысячи роликов. Покажите, пожалуйста, книги. Колька не сотен, у меня 20 книг всего, правда, на разных языках мира. Да, 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 да. Покажите книги, пролистайте. Методология ключ, она с 80-х годов. Хасан Гомедович работал и возглавлял лаборатории, и по научной организации труда, и производству, и печатался психофизиология труда и промышленных журналов. Работал в нашей, как бы, электронной промышленности предприятия «Сириус». Это рядом, по-моему, с Ереваном километров там 30 или сколько. Все, готово. Это последнее. Спасибо. Теперь покажем в темпе «Вальца». Юрий Иванович включает презентацию. Юрий Иванович, пожалуйста, еще презентацию. Покажем вот то, что предыдущее. Да, вот это у нас 16 октября было 40-летие Нобелевского лауреата Ганса Селия. И вот мы провели такое. Ганс Селия, Нобелевский лауреат, его финансировал фонд Рокфеллера. Фонд Рокфеллера финансировал и знаменитый Тавистовский институт. Он считается основопологиком концепции стресса. Листаем дальше. Хасая Магомедович Алиева. Если Ганс Селия, он начатки научных исследований стресса, то мы считаем его создателем новой науки кибернетики стресса, профилактики стрессовых этой. И путем именно саморегуляции и прочее. То есть это в данном случае, в данной методологии можно обучать и школьников, и студентов, и, как говорится, людей в любом возрасте. И большим, ну, в том числе групповое обучение. Значит, и эти методы суперэффективны. Они доказали свою практичность. И мы тут являемся, Россией есть чем гордиться, рекордсменами в мире. Вот это символика, кибернетика стресса, это династия Алиевых, ключи. Ну, символика Человек Будущего – это звездный человек, летящий человек. Вот он к звездам и вместо сердца тоже звезда у него. Это вот такая символика у школы Гомфутурис Человек Будущего. Пойдем дальше. Ну, я вот сразу сказал бы, значит, Клод Бернар – основоположник науки эндокринологии. Уолтер Бретфорд Кеннон ввел понятие гомеостаз. Ганселле считается основоположником стресса. Ну, сравнил бы достижения Хасай Магомедовича с достижениями в профилактике, как вот хирургии, медицине с Николаем Ивановичем Пироговым, именно военные действия, когда конвейерный поток и масса тысячи, как говорится, раненых и прочее. И как их спасти максимальное количество эндокрингов, более эффективно. У Хасая Магомедовича именно такие же методики. Можно его сравнить, достижения его научной школы по масштабу личности, по масштабу это с Петром Кузьмичем Монохиным, ну и, конечно, Иваном Петровичем Павловым. Можно, конечно, вспомнить наших российских ученых деда и внучку Бехтеревых и так далее, но мы уж не стали загружать, потому что Хасай Магомедович, наша гордость и слава достижения именно в теории и практике стресса. Пошли дальше. Листаем, листаем. Юрий Иванович, листайте. Ну, здесь мы хотели подчеркнуть, что вот Клоер Бернар, он французский медик, исследователь процессов внутренней секреции астонопологии, Уолтер Бреттвен Кеннон, американский физиолог, является автором термина реакции «бей» или «беги», ввел научный аборат понятия стресс и гомеостаз. Но основоположником учения стресса считается Ганселле, физиолог-эндокринолог понятия стресс для описания совокупности всех неспецифических реакций. Ну, и его финансировал фонд Рокфеллера, и здесь связь с Тавистоком. Сегодня будем вспоминать Петерима Сорокина. Он, конечно, тоже роль с Тавистовским институтом человеческих отношений имел. И миллионы, миллиарды долларов тратятся на разработки Тавистовского института. Значит, в данном случае все оранжевые революции, майданы, значит, знаменитый феномен этого ансамбля «Бидзу». Это все Тавистовск, знаменитая сексуальная революция, назначение и свержение там президентов, в том числе расстановка кадров и у нас в России, и на всем постсоветском, и Украине, и прочее. Все это Тавистовск. То есть Тавистовск, он больше влиятельный, так называемый, как бы, рэнкорпрессион, которые являлись мозговым аналитическим центром по разрушению Советского Союза. Главный аналитический центр мозговой разрушения Советского Союза является Тавистовский институт человеческих отношений, финансированный, как говорится, фондом Рокфеллера, ну и другими, как бы, важными бандами. Значит, так вот, создать такой антитависток, вот именно методология Хасая Магмеджа Алиева, то есть российский антитависток, может быть, назвать его Московский институт человеческих отношений, или, ну, как Академический альянс, или Хасаевский институт человеческих отношений, но лучше, конечно, Московский институт человеческих отношений, Поскольку родился Хасай Магмедович в Махачкале, заслуженный врач Республики Дагестан, живет, работает, и свой центр, именно при поддержке правительства Москвы, федеральной структуры, у него многие-многие годы работал в Москве. Пошли дальше, листаем. Ну тут Иван Петрович Павлов, Анохин, Наума Татьяна Сергеевна, Владимир Александрович Полянцев, это мои научные руководители, я лично тоже психофизиолог, но Хасай Магмедович мне помог вспомнить, это кафедра нормальной физиологии и медицинской физики третьего стомата, это руководители моей научной дипломной работы, на основании моей дипломной работы кто-то сразу защитил кандидатскую. Ну и покажите мой портрет, вот тут мой портрет покажите. Вот это я в молодые годы студент. Узнаете, ребята, нет? Николай Александрович Шорокин, студент биологического факультета Саратовского университета имени Чернышевского, кафедра физиологии человека и животных. Потенциал бойца со временем сразу видно. Да, наша кафедра тоже занималась эндокринологией и тема исследований была гормональные изменения во время беременности. Ну понятно, на крысках это исследовали, но и медицинский институт, и все курсы, которые психопатологии, ну то есть, ну это все мы как раз слушали. У нас половина факультета были психологи, и поэтому я по специализации психофизиолог. Ну, давайте на этом завершили, Юра. Все, нет? Презентация. Ну, само собой, сегодня день рождения Петерима Александровича Шорокина, сегодня именно, надо вспомнить, как говорится, его заслуги. Это российский, русский ученый, знаменитый философский пароход, но он создал мировую социологию, теорию возрастных страт, многое чего другое, и именно социология стала ключевым инструментом новых политтехнологий. То есть, выборы там губернаторов, президента, прочее, именно в таком практическом смысле это все от Петерима Сорокина, то есть, и его учеников. Ну, он всю жизнь хорошо, очень хорошо относился, как говорится, к Советскому Союзу, но, тем не менее, его трудами воспользовалось, и развитие получил он, был преподавателем, профессором Гарварда, и создателем Американской школы социологов. Социальная стратификация социальной мобильности, да, тема. Пошли дальше. Ну, Владимир Иванович Вернадский, будем его сегодня вспоминать, и в этом году ему 106-летие, юбилей и прочее. Ну, я предлагаю, Юра, у нас все, нет, значит, передать слово нашим, как говорится, профессорам, ну, все вроде. Значит, я буду представлять коллег, значит, первое слово я предоставлю Патрушу Владимиру Ивановичу, который вас уже знает, а далее Василенко, далее Патрушу доктор социологических наук Владимир Иванович, мой учитель-наставник, Василенко Василий Николаевич доктор философских наук, далее доктор философских наук, у нас здесь Евгений Валентинович Шелкопляс, он с города Иваново, и у него тоже институт развития человека, целое направление, и он психиатр по специальности, вам будет очень приятно встретиться с коллегой. Шелкопляс, ваш коллега. Значит, ну и далее там уже по ситуации. Передаю слово приветственное Владимиру Ивановичу Патрушу, приготовиться Василенко и Шелкоплясу. Николай Александрович, я уступаю место коллеге Хасая, то есть Евгению Валентиновичу, а потом продолжим. Хорошо, хорошо. Владимир Иванович Патрушев, вам слово. Николай, повтори, Владимир Иванович, я не слышал. Владимир Иванович, мы вам слово предоставили. Я бы прибыл, друг мой, слышу вас хорошо, как вы меня слышите. Отлично, вам приветственное слово, далее Шелкопляс, потом Василенко. Сколько мне по времени? За 10 минут тоже, если я думаю. Хорошо. Ну, во-первых, мне очень приятно видеть вас. Сегодня мы с Юрой Ивановичем и Василием Николаевичем уже встречались. Вот, разминка у нас состоялась по поводу проекта «Ноосперная планета». И вот, слушая нашего друга, вот, Хасая Магомедовича, вот, я полагаю, что он очень нужен в этом проекте, потому что современная планета, она сходит с ума. И вот то, что происходит сегодня в Европе, в Америке, вот этот сатанизм, значит, эти смешанные браки, вот, и прочая вот эта вся нечисть, вот. Вот, такое впечатление, что люди живут последний день, вот, не хотят рожать детей, не хотят их воспитывать, вот, и не хотят, чтобы общество продолжало нормально существовать. Вторая очень важная ситуация, она заключается в том, что нарастает агрессия, агрессивное отношение одних стран, народов. И вот это такое явление, я думаю, что оно и на психологическом, нравственном уровне, вот так называемая русофобия. Вот откуда и как она пошла, разрастается, вот эта русофобия, и почему вот такая ненависть, вот, людей друг к другу, ненависть к русскому народу, к русской культуре, вот. Вот, значит, конечно, нужно глубоко разбираться. Ну и, конечно, 8 миллиардов человек на планете, вот, все могли жить в дружбе, всем хватит места, всем хватит воздуха, всем хватит земли. Юрий Иванович доказал, что каждый может иметь по гектару земли и там сделать биоскерные куполы, продукты питания сам производить, чистая вода питьевая, вот, и все-все прочее. То есть жизнь может быть организована совершенно природосообразно. И вот, Хасай Богомедович, я обращаюсь к вам, вот, обращаюсь к вам как к человеку, который прошел большую жизнь, вот, который и занимается вот такими вещами. И проект оригинальный и нужный, называется проект «Ключ». Вот вопрос и к моим коллегам, вот, вопрос человековедения. Вот что мы знаем о человеке? Кто он этот человек? Зачем он родился на свете? Какова его судьба этого человека? Что он должен оставить после себя в этом мире? Вот и так далее. И вот я хочу сослаться на свой опыт. В 1959 году, после техникума, я направлен работать в локомотивное депо «Марабицк» в Новосибирской области. Это Сибирь. Я работал помощником машиниста электровоза, ездил в поездах, а потом меня назначили сначала бригадиром в электромашинный цех, а потом мастером. И вот в 1959 году, где-то в конце мая месяца, вдруг меня вызывают в горком партии и предлагают должность второго секретаря горкома комсомола. Вот я, честно говоря, отказывался, но потом была соответствующая профилактическая работа. Меня уговорили, а через три месяца первый секретарь горкома комсомола. Вот что такое первый секретарь горкома комсомола? Чем он занимается? Он занимается молодежью. Он занимается человековедением. Он должен проникнуть в души каждого молодого человека, увидеть там хорошее, увидеть плохое, увидеть трудности, поддержать, когда надо и так далее. Это бороться за каждого. Вот в комсомоле Барабинском было пять с половиной тысяч комсомольцев. Я не педагог, я не психолог, я не оратор, а я инженер. И то еще не инженер, а заводчик. И вот в течение трех лет я вывел эту комсомольскую организацию Барабинской на первое место в Новосибирской области. Когда я уехал оттуда в 1964 году, я переехал на Украину, еще десять лет вспоминали первого секретаря горкома комсомола. И вот этот опыт работы с людьми, он, конечно, дал мне много мыслей с точки зрения психологии, социальной психологии, педагогики. И когда я секретарь горкома партии отвечаю за 70 тысяч жителей в городе, я должен там создавать не только рабочую обстановку, безопасную обстановку, чтобы все заводы работали, чтобы все люди трудились. Но еще и доверие власти, доверие ко мне, потому что я должен разговаривать каждого, и партийного, и беспартийного, и так далее. И вот родилось такое научное направление в те времена, начала развиваться социология, индустриальная социология. Чем я увлекся? В 59-м году защитил кандидатскую диссертацию, а в 90-м доктор социологических наук. И вот с тех пор меня интересует общество как социальный организм, меня интересует психологический климат в этом обществе, меня интересуют взаимоотношения людей по вертикали, по горизонтали. И я вижу, как много сегодня в нашем обществе непорядка, несправедливости, жестокости, алчности, зависти. Вот всей пакостей, которой в советское время было меньше. Меньше. Вот. Ну, конечно, на весь город у нас было три автомобиля, четыре. И кто на этих частных автомобилях ехал, это было, ну, что-то невообразимое. Ну, как? Все остальные или пешком идут, или на автобусе едут, или на велосипеде. Вот. А тут вдруг. И так далее. Вот мне кажется, что в нынешней ситуации ожесточение, алчности, расслоение общества, мы, во-первых, очень много потеряли. И мы потеряли человека, потому что образование разрушилось, систему воспитания разрушилось. Вот моральный кодекс выбросили в корзину. И поэтому, вот, Николай Александрович, мы с тобой тоже, ты комсовольский работник, ты тоже все это пережил, ты хорошо знаешь. Ты видишь, как сегодня трудно разговаривать с молодыми людьми. Они некоммуникабельны, они сидят в интернете, они игроманией занимаются. Ну, в пятом классе ученик не знает таблицы умножения. Дети не знают, кто такой Ленин. Дети не знают, кто такой Пионер. Кто такой Павка Корчагин. Ну, буквально. Значит, они все сегодня живут в обществе зависти. Владимир Иванович, расскажите, расскажите коротко о многолетних, как бы, конгрессах мероприятий. Афанатские чтения, чтения Петерима Сорокина, чтения Вернадского, которые мы проводим в рамках наших академических сообществ и университетов. Два слова, давайте. Ну, я вам должен сказать, что социология, продолжаю я работать, вот, как профессор, хотя я в деревне, сейчас я занятия не веду, вот, но Николай Александрович приглашает на различные симпозиумы, где я выступаю, в том числе, вот, в Иваново, вот, как эксперт, эксперт Государственной думы, эксперт Орловской областной думы, вот. Вот, и, конечно, сегодня вся наша работа, она является, значит, в виде различных конгрессов, мероприятий, конференций, семинаров. В основном это все дело в Зуме, ну, и то здорово, мы друг друга видим, смотрим друг другу в глаза, вот, мы можем многое сказать, вот, даже в том ситуации, что мы находимся на расстоянии друг от друга, вот, больше двух тысяч километров. Николай Александрович выдающийся организатор, и то, что он собрал всю нашу команду, которая немножко разбрелась, вот, с возрастом, с изменением работы и так далее. И мне кажется, что выбрано очень правильное звено направления главного удара, а именно по юбилейным датам, там, как сто лет со дня рождения Виктора Григорьевича Афанасьева, 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Гернацкого, вот, вставать на плечи этих ученых, исследовать то, что они наработали, вот, их теоретические размышления, и попытаться самим разобраться в этой теории вопроса, а, во-вторых, перевести его на конструкцию и к практике. Вот, мне кажется, что задача, Касай Магомедович, вот, ваша, моя и других ученых, которые сегодня присутствуют, и любого конгресса, состоит в том, чтобы вот этот комплекс фундаментальных знаний, открытий, воззрений, теоретических конструкций, попытаться перевести на конкретный язык практики, то есть социальных технологий. И вот я разрабатываю научное направление, которое называется социальная ресурсология. Социальные ресурсы – это нематериальные активы, которых в любом государстве, в том числе в России, не до 50% национального богатства. Вот, если мы говорим природные, материальные ресурсы, финансовые ресурсы, мы их плохо используем, потому что плохо работает система управления. Но мы абсолютно не капитализируем нематериальные, социальные ресурсы, человеческий ресурс, потенциал, интеллектуальный потенциал, социальный капитал, культурный капитал, межрелигиозные отношения, межнациональные отношения, многоязычие. Мы абсолютно не используем то, что у нас в стране 13 часовых поясов. И то, что сегодня в Москве деньги не нужны, они могут быть брошены во Владивосток на фондовую биржу и привлечь с Китая, Индии миллиарды инвестиций, которых нам сегодня не хватает для того, чтобы их применить в развитии нашей промышленности, нашей экономики. Что не хватает? Вот что не хватает тех, кто принимает решения? Не хватает разума, не хватает обратной связи о том, что это народ знает, народ мыслит, народ предлагает, но оно никак не проходит во власть, оно никак не, обратная связь так называемая отрицательная в нашей системе не работает. Поэтому мы за народовластием, мы за народоправие, мы за развитие местного самоуправления. Многие годы мы проводили эксперимент в Одинцовском районе по развитию системы местного самоуправления на базе Гладышева Александра Георгиевича. Затем мы создали Академию наук и социальных технологий местного самоуправления. Затем мы начали проводить Афанасьевские чтения. И сегодня Ивановские чтения, которые... Института психических человека и социального здоровья населения Российской Федерации. Конечно. Есть здоровье физическое, есть здоровье психическое человека, есть здоровье биологическое, но есть нравственное, духовное здоровье, есть социальное здоровье. И напоследок о трибуне социальной новатики поднушил Григорьев. И вот это, значит, наше научное сообщество, объединенное в Академию, она создала энциклопедию управленческих знаний, трибуну социальной новатики. Издано более 200 томов произведений в трибуне социальной новатики. Издано учебное пособие, рекурсы и так далее. К сожалению, сегодня у нас не хватает сил для того, чтобы эти учебные пособия обновлять, чтобы они соответствовали нынешним образовательным стандартам. И многие наши учебные пособия сегодня как бы ушли в сторону, а место заняли другие. Мне, конечно, это обидно, потому что многие годы я работал и в РГСУ, как почетный профессор, и в Академии госслужбы. Мы готовили кадры управленцев высшей квалификации. Но в меру сил Александра Николаевича и Хасай Магазинова, мы сегодня эту работу вместе будем продолжать. На тех площадках, на которые нас будут приглашать, это и Самара, это Иваново, это Новосибирск, Омск, Барнаул, Орел, Белгород, Воронеж, Рязань. Там, где мы с вами появляемся, вот я вижу из Самары, значит, мне приветствия шлют, спасибо огромное. Почему? Потому что есть флагманы. Вот у нас 89 регионов Российской Федерации сегодня, и есть среди регионов флагманы. Вот сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин встречается с главой Республики Татарстан. Я, вот Коля из Татарстана, и я лет 15 был экспертом. Сначала в правительстве готовили кадры для Республики Татарстан, а потом я был экспертом в Татнефть. Вот так нефть. Это как бы золотая коровка, которая, золотая курочка, которая золотые яички несет, потому что добывается 20 миллионов тонн нефти, перерабатывается на своих нефтеперерабатывающих заводах, и огромное количество рабочих мест создает это предприятие. И, конечно, все взоры к Татарстану, как надо работать, как надо строить экономику, строить межнациональные отношения, развивать культуру. Казань – это третья столица сегодня в Российской Федерации, великолепный город. Я там много раз бывал, и каждый раз, когда я приезжаю, это для меня как музей. – Владимир Иванович, мы просим вас взять на себя такие функции. Мы создаем программный и организационный комитет вот этих зум-конгрессов. И поэтому вот те ваши коллеги, которые здесь присутствуют, вы лично, Анисимов Олег Сергеевич придает поклон и приветствие. Он завтра 19 часов будет, сегодня у него не смог участвовать. Он доктор психологических наук и руководитель секции данной, которые мы… Философские и методологические проблемы, естественно, наук. Давайте вот проведем конгрессные мероприятия, юбилейные и посвященные Вернадскому. 4 марта проведем конгресс, посвященный кибернетике стресса, значит, Хасаи Магомедовича. И данное, как бы сегодняшнее наше, ну, назовем, мероприятие считать программным, организационным, учредителем, постановочным. Согласен? – Принимайся, принимайся. – Передаю слово доктору философских наук Евгению Валентиновичу Шелкоплясу. Вы представьте, перегалии… – Спасибо, коллеги Евгению Валентиновичу Шелкоплясу, директор Института развития, изучения здоровья и адаптации человека в городе Иваново. Доктор философских и медицинских наук и вице-президент Народной академии наук ВЕЧ по научной работе. Ну, прежде всего, я хотел бы поприветствовать героя сегодняшнего дня, Хасаи Магомедовича и всех участников. Программа у нас сложная по своей структуре, как я понял. То есть мы и отмечаем юбилей Петерима Сорокина и говорим о тех достижениях, которые имеются у Хасаи Магомедовича. И, наверное, мы говорим о них не просто так, чтобы их зафиксировать, а для того, чтобы они в максимальной степени могли служить людям. Вот. И я очень коротко скажу то, что касается Петерима Сорокина. Он для меня дважды земляк. Ну, во-первых, он вологодский, как и моя мама, северные, северо-восточные регионы Вологодской области. Во-вторых, он сидел в тюрьме в Ивановской области в Кинишме, как революционер. Ну, и третий, он мне близок по духу во многом, потому что он предлагал не только социологию права, но он говорил о теории конвергенции. Об этом не так давно говорил Владимир Иванович Патрус, как мы говорим. «Коллеги, друзья, а можно ли, зная недостатки, достоинства, двух противоположностей капитализма и социализма, найти, наконец, синтез лучших сторон?» Я думаю, этот вопрос остается открытым, и мы его, наверное, будем обсуждать позже. Но вот прежде чем рассказать о своей концепции, а она пока не имеет аналогов России и за рубежом, я хотел попросить Василия Богомедовича рассказать коротко про суть его подхода. Мне приходилось работать с Институтом космонавтики, с профессором Боевским, специалистом по гетологии. Может быть, вы с ним контактирули, может быть, нет. Но если не трудно, Василий Богомедович, могли бы вы рассказать, в чем суть вашего подхода? Суть подхода в том предмете, которым я занимаюсь. Во-первых, у меня есть модель работы мозга, которую я создал на основе изучения самых различных методов психологических и психофизиологических, связанных с саморегуляцией человека. В этой модели работы мозга предполагается наличие четырех базовых агрегатных состояний работы мозга. Это состояние бодрствования обычного, в котором мы находимся. Там все существует, конкурентно взаимодействует множество доминант. Это и позволяет сохраняться гомеостазу, потому что ни одна из доминант не является преимущественно воздействующей на течение внутренних процессов в организме. И главное, позволяет человеку выбирать решение. Он может думать то об одном, то о другом, то о третьем. Потому что если бы у него была только одна доминанта в этот момент, она бы за него все решения и приняла. И она бы и повлияла на систему организации всех психических и психологических процессов, как вектор внутримозговых отношений. Вот это первое состояние, которое я назвал обычным состоянием, где много конкурирующих доминантов. Второе состояние, агрегатные работы мозга, это состояние, когда одна доминанта. Каждый следующий момент времени, это монодоминантная организация процессов мозга и организма, это трансовое состояние. Есть состояние сна со своими особенностями и состояние сна со сновидениями. Вот четыре агрегатных состояния, и при этом одно состояние нулевое, промежуточное, переходное между ними всеми. Когда мы переходим из обычного состояния в транс или из транса в возрастование, или когда мы переходим из обычного состояния в сон и наоборот, мы всегда проходим это нулевое состояние, когда нет доминанта, когда системы мозга как бы разомкнуты. И в этот момент обеспечивается возможность переходов. И вот это состояние, по моему представлению, если его задержать по времени, то это и будет та нирвана, о которой говорят в буддизме. И это состояние, я назвал его сначала нулевым, нейтральным состоянием, еще в 90-м году в первой книжке «Клюсь себе». А потом пришел к тому, что это нулевое состояние. Нулевое состояние нирваны, оно окрашивается нирваническим оттенком вот этой некоторой эйфории. За счет, я уже в механизмах по методу «Клюсь» объяснял, что когда резкий происходит сброс напряжения, то есть когда человек выходит из транса, а стресс – это неуправляемый транс, когда он резко выходит, тогда вот на контрасте смены пика напряжения на расслабление происходит взрыв эндорфиноподобных веществ в организме. Вместо адреналового комплекса мобилизации происходит адреналин и все прочие подобные элементы, которые дают элемент кайфа, эйфории. И вот это вот развинтое во времени в пассивном положении – это будет нирвана. А если человек в этом нулевом состоянии, где в принципе пустота в мозге, которая на современном психологическом языке иногда называется сейчас все чаще и чаще дефолтом работы мозга, в этом состоянии нуля, в пассивном положении человека – нирвана, и там происходит самоидентификация человека, и там происходит самоосознание, и там происходит много чего полезного, и при этом восстановительные механизмы работают, то если в этом состоянии нирваны, так сказать, человек займется вопросом решения какой-то деятельности, ну, например, начнет мечтать о чем-то, или воображать себя в тех или иных ситуациях, вырабатывать черты характера ему необходимые и так далее, или деятельностью какой-то там, то это пустое состояние из положения нирваны переходит в состояние потока. Поток – это состояние, когда человек о чем-то мыслит, при этом нирваническим образом у него по механизму нуля отсечены страх, комплексы, стереотипы, авторитеты, то есть эго, отключено. И поэтому у него есть способность в этом состоянии, будучи в поточном мышлении, о котором говорил хорошо Чискен Михаи, о потоке, но он просто не делал вот эти вот связи между нирваной и потоком, это я уже у себя в модели работы мозга объясняю, в нашей школе человек будущего, хомофутурус, эти механизмы рассказывают. Так вот, вопрос заключается в том, что если по Чискен Михаи там надо лет 10 тренироваться в мастерству, например, если вы художник или там вы музыкант, чтобы войдя в поток, чтобы вас оттуда не вышибало отсутствие мастерства, то 10 лет, то у меня по методике войти в нирвану, войти в нирвану можно за секунды, и в поток тоже за секунды, то есть по существу метод саморегуляции ключ, он как раз таки отличается и имеет особенности преимущественные в том, в скорости, в простоте и получении как раз таки эффекта за счет того, что мы экономим время, потому что, например, пути достижения нирваны по методу медитации, которые, ну там, в буддизме... Вы расскажите немного о своем опыте и с какими аудиториями работали, вот этот момент тоже затроньте, пожалуйста. Пожалуйста, я работал со всеми аудиториями, я готовил олимпийские команды, ездил в Китай на сопровождать олимпийскую сборную национальную по парусному спорту, я готовил международные соревнования, ну я готовил, во-первых, и фехтовальщиков с 87-го года еще, это сборная ЦСКА Москвы, и потом я готовил саблю Ленинграда, там меня Назлымов возил туда, а потом, значит, я готовил команды футбольные, команды... Ну, короче говоря, перечислить, какие команды я готовил, это просто невозможно. Асан Бергенович, простите, то есть во всех случаях надо было вводить людей в состояние потока? Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. Это важный вопрос, и я сейчас объясню. Значит, у нас в методе ключ предполагается, там есть приемы, которые... Человек, в принципе, когда находится в волнительном состоянии, когда он в стрессе, у него мозг сам выдает ему некие реакции защитные, инстинктивные. И вот приемы ключа это всего лишь навсего осознанное использование этих инстинктивных, естественных реакций человека, но эти реакции... Ну, например, девушка задает экзамен, и у нее нервная дрожь. Оказывается, вот эта нервная дрожь, это... Это неплохая реакция, мы это воспринимаем как стрессовую реакцию, на самом деле, это позитивная реакция помощи в этом положении. То есть, вот эта вот вибрация, это попеременное напряжение расслабления на высокой частоте, которое снимает лишнее напряжение и помогает мозгу выходить из состояния зависания, которое, как в компьютере, компьютер завис, его надо оттуда выводить, разгружать и перезагружать. И мозг, у него проблема. Он творческий у человека, он связан с геномом, в котором вся эволюция предшествующих процессов, и бабушки, и дедушки, и там до-до-до-до-до-до до животного мира. Геном у него творческий, поэтому ему мешает в жизни только зависание, когда он очень перенапрягается, когда у него напряжение растет, у него происходит парабиотическая фаза. И в этой фазе он зависает, вот он, например, ну, утрата там, или фильм тяжелый посмотрел, или решает сложную задачу, страх ошибки и так далее, готовится к соревнованиям или к важным встречам. Напряжение растет, потому что без мобилизации не включаются ресурсы, но иногда доходят до определенной точки, когда происходит зависание. Это вот, например, Альт Шулер называл, автор теории изобретательских задач, он назвал психологические инерции, то есть человеку трудно справляться с психологической инерцией для изобретательства. Так вот, здесь, оказывается, приемы, которые я создал в методе ключ, там есть часть, которая помогает очень быстро находить действия синхронные текущему состоянию в моменте и освобождаться от этой доминанты, которая мешает ему двигаться дальше, то есть соображать свободно. Это может быть как? Я в свое время, много лет назад сообщил, что, во-первых, повторяемые движения снимают напряжение. Вот эти нервные движения, которые человек делает, я их увидел по-своему. Например, когда человек нервничает, решает какую-то задачу, он непроизвольно, инстинктивно ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, чешет голову, отсюда пошли четкие, жвачка там и так далее, и так далее. Я сказал давно, много лет назад впервые, что вот когда человек ходит туда-сюда по комнате, это нервные движения, это понятно, но они помогают ему лучше мыслить, потому что раньше врачи занимались этим как нервными движениями, а психологи занимались это как мыслительными процессами, не было вот этой интеграции понимания человека в целостности. Понятно. Хосай Баговедович, ведь я так понимаю, что вам бы надо дать времени много на рассказы. Ну, конечно, там есть идиомоторные которые за секунду переходят и зависания в нормальном поточном состоянии. Наша Народная Академия Наук Речи, она чем отличается от других? Она приглашает специалистов, ведущих, талантливых людей для того, чтобы они формировали свою школу и углубляли исследования. то есть здесь нет жестких рамок как государственных учреждений. И вот если бы вам эта роль не прийдет лидера, то мы бы вас пригласили, у нас есть несколько человек, которые интересуются эзотерикой, но тут есть стороны, которые надо будет уточнить. Вы принимаете буддизм, индуизм только техники или и метафизику тоже? Или что, я не слышал последнего? Это физику, то есть понятие кармы, понятие сансары и так далее. Вот это для вас кремль. Я отвечу на этот вопрос. Я занимался изучением религии всех иудаизма, и христианства, и буддизма, и ислама. Я понял секрет, почему молитва работает. Я понял, почему поклоны работают. Ну, короче говоря, я много чего понял, и поэтому постоянно в нашей школе будущего хомофатурса об этом рассказываю. Вот, например, как Толстой Лев Николаевич заметил, что у него в ванне Каренине у Левина в момент, когда он косил траву, наступали моменты счастья. Я вычислил, почему, как наш великий Толстой обратил на это внимание, а я вычислил, почему с точки зрения психофизиологии, потому что повторяемые действия, которые тот Левин совершал, в этот момент какой-то совпадал с его текущим состоянием и был синхронен его текущим состоянием. Таким образом материальное действие было синхронно к психофизиологическому состоянию, и при этом синхронизации происходит сброс напряжения человека. такие приемы у нас плавательные, косить, я просто хочу сказать, они физиологичны, да, я хочу сказать очень важную вещь, что оказывается мы все равно это делаем внутри себя бессознательно, каждый из нас с малых лет, с младенчества, и мама, когда качает ребенка, подбирает ему ритм, синхронное его состояние, и он расслабляется. Так вот, если человек подбирает себе действия синхронные своему текущему состоянию, а я вычислил критерии, что это максимальная простота, легкость выполнения и желание продолжить, это скорость автоматизации начатого действия. Так вот, если по этому критерию человек подбирает себе из миллиона возможных действий, те, которые ему подходят, как промыряют ботинки в магазине, оказывается, он не только снимает стресс и быстро выходит в поток, оказывается, он не только быстро восстанавливается, оказывается, не только быстро решает какие-то волнующие проблемы, оказывается, сам процесс подбора путем перебора по этому критерию развивает его творческое мышление. Это главное, этого нет в мире. Вот это я хочу сейчас. Можно ли вас пригласить к нам в академию для того, чтобы читать руководителя направления? Вот это я не понимаю, как руководить направлением. Я был генеральным директором 25 лет в Москве Центра защиты АСРСа, куда я пригласил соучедетство МИЗРАФ, Россия, МЧС, Россия, именно образование, правительство Москвы и так далее. И не получилось из меня. Я 25 лет был генеральным директором и понял, что это не моя деятельность. Мне лучше головой заниматься. Не переживайте, мы это сделаем вместе. извините, Евгений Вальтенович, тут я просто как друг Хаса Магамедовича скажу, недавно, несколько лет назад произошла тяжелейшая травма, у него очень тяжелая инвалидность, там позвонки нарушены, прочее, он сейчас... Ну, я упал на гололеде, мне оперировали всем исполняться, у меня там титанцы, но дело не в этом. я просто человек, не умеющий руководить другими людьми, я могу только идти и могу помогать, и могу... Главный талант организации мы вам поможем. Я все-таки скажу специфику, он ночью работает с клиентами, проводит это с 8 вечера до утра, а весь день отсыпается и потом вот у него... Или картины рисую, или книги пишу, да, вот так же. Я хочу ответить на вопрос, если позволите, что в буддизме меня привлекают и теория, и вот эта карма и так далее, но у меня свое объяснение этому, потому что там много очень путаницы, и некоторые люди понимают то, что века, века сконцентрированы в какой-то метафоре, они буквально понимают. То же самое, как вот насчет ноосферы. Они понимают тоже, некоторые люди понимают ноосферу как некую субстанцию, которой надо подключаться, получать там информацию и так далее. То есть, они как бы не понимают, что это философская категория. И карма тоже философская категория, не в прямом смысле это. И ад, и рай тоже философская категория. И Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть. Он не говорил, что когда вы умрете, в районе. Да, да, да. Просто есть люди, которые понимают буквально, есть люди, которые понимают философски, разумно понимают. Поэтому это путаница большая. Поэтому я готов, конечно, я против эзотерики, потому что там кроме хороших вещей намешано очень много и непонятных глупостей. Я за науку. Но я за то, чтобы наука была интегральная, межведомственная. междисциплинарная. Позвольте, я коротко расскажу о своем подходе. Может быть, он нас заинтересует, деятельность нас формирует. После института я два года служил в армии и там даже был психиатром в контемиорской дивизии, а потом работал в Вологде. Ну и вот мне довольно быстро было селось в глаза, что крайние типы болезней друг к другу не переходят. В шизофрении никогда не переходят в эпилепсию и наоборот. А между ним есть маниаконодепрессивный психоз, где нет дефектора в болезни. Эпилепсия и шизофрении дают дефектора. Здесь нет. Но исследуя все это, я постепенно понял, что существующие классификации типов, они избыточны, несимметричны и не вполне логичны. оказалось в результате, я защел диссертацию по психиатрии и по фармакологии, там, где обосновывался прогноз действия рекориста на основе его психотипа. То есть, психологический тест позволяет рассказать, какие нервы медиаторы работают. Вот у шести типов яркие, умеренные интро-экстра-центроверты разный медиаторный баланс. У У центровертов нестабильное состояние. Ну и вот если это все описать, я это сделал, то получается картина Конституции, на которой влияет всегда, и получается конституционально-адаптационный тип. Он много говорит о человеке. Вчера у нас было заседание, посвященное Дениревскому. Я показывал коллегам, что у него было много интровертивных черт. И поэтому отношения с женщинами у него были несуразные. Крайние интроверты вообще в брак не вступают, живут одиноко, аутично. Но зато часто бывают людьми гениальными, но очень эмоционально холодными, одинокими и так далее. Экстраверты противоположны. С интроверты обычные люди, но пороху не изобретают. Интроверты мыслители, экстраверты деятели. Это не все. То есть сформировалась новая классификация потребностей. Четыре потребностей на трех уровнях. Материальные, социальные и духовные. Шесть конституционально-адаптационных типов. Два типа групп. Социальных, примитивные, социальные. То есть эгоистичные и благородные. И описание культуры. Вот из всего этого, почему мне кульпура индуизма, буддизма тоже близка, потому что понятие кармы может быть вполне рациональным. То есть история двух-трех поколений рода позволяет прогнозировать, какие ошибки и какие достижения человек будет повторять. И вот когда найдена первичная травма, я не знаю, вы Артур и Янов были знакомы, нет? Теория первичной травмы. Недолюбленность в детстве. Недолюбленность? В детстве. А, ну я это понимаю. Вот это массовое явление. И оттуда идут многие проблемы. Ну и вот теория теморазвития чем интересна? Она признана многими людьми науки, как фундаментальная работа. Она описывает от уровня эмбриологии до генетики. И у меня не хватило ни инструментов, ни знаний. Вот может быть и мой внук закончится, и тут будет заниматься этим. У меня дочь доктор медицинских, но тут два внука тоже учатся. Один закончил в аспирантуре, другой только поступил. Так вот, от уровня эмбриологии до уровня метафизики. Все уровни обозначены и описаны. И отсюда вытекают рекомендации индивидуальные, семейные, производственные, социальные и так далее. Ну и вот мне бы хотелось, чтобы вы нашли такую форму взаимодействия в нашей академии, чтобы вот это все соединить. Ну вот, как известно, печь индийская о мудрецах, слепых, ощупающих слонах. И хоть мы видим, но видим мы не все. И когда создается коллективное сознание, то вот тогда и объем, и глубина познания разрастают. Ну вот я хотел вас к этому пригласить, если вас заинтересует... Я, конечно, заинтересован, я был бы благодарен. Я бы вам прислал монографию, а вы бы похитиковали, я бы посчитал вашу работу, если это возможно. Конечно, я вам очень благодарен, потому что я как раз таки живу для этого, чтобы передать людям как раз таки побольше понимания, как, оказывается, можно просто выходить из стресса и настраивать себя на позитив, и восстанавливаться. Потому что если посмотреть, сколько в мире над этим работают людей, очень много, и посмотреть, сколько тупиковых моментов, которые легко расшить, если просто дать людям эти понимания. Потому что мне приходилось и спецназы готовить, и готовить людей, и на войну, и после войны их вынимать из тяжелых положений, и личные конфликтные проблемы между детьми и взрослыми решать. Поэтому у меня во всех областях есть опыт, я с удовольствием. И у меня есть такая вот концепция. Вот в моей школе, например, когда мы бесплатные ликбезы проводим или вебинары, я обычно всегда предлагаю, ну, какому-то самому тяжело чувствующему себя человеку выйти сначала и показываю, как с ним мы работаем, чтобы вся школа обучалась на примере именно тяжелого случая. То есть в данном случае я тоже рекомендую, что если мы будем взаимодействовать, то я уже чувствую потребность к этому после ваших слов с благодарностью. Если мы будем взаимодействовать, то хорошо бы организовать такого, кто там захочет, который чувствует себя хуже всех. Чтобы мы сразу на его примере тоже показали, как можно ему подсказать, как он может снять у себя это плохое состояние и выйти на хорошее состояние. У меня есть такие пациенты, я думаю, что мы сможем ими заняться вместе. У меня есть ученики молодые, талантливые. Вот я думаю, Василий Николаевич не будет против, он будет сейчас выступать просто на меня, чтобы это все соединить и выдать обществу людям как шаг вперед. Ну и я думаю, что вы как-то передадите свою почту или через… Да, конечно, конечно. Павел Александрович, Василий Николаевич, я вам тоже перешлю монографию, я почитаю ваши тогда, я думаю, это будет соединимо. Да, вообще я очень рад, что у нас энергетика такая получается, потому что другого способа развития нету, кроме синергетики. Если люди безальтернативно выходят на диалог, безальтернативно. Не спорят им ради голословия, не ради эго, а вот именно, чтобы к истине прийти. Да, это очень редкое явление, я очень благодарен нашему сообществу, что у нас получилось. Василий Николаевич, вы, наверное, продолжите наш диалог. Мне хочется немного помолчать. Василий Николаевич, пускай два слова что-нибудь скажут. Николай Александрович, вот когда исполняют в большом концертном зале музыку, между произведениями возникает пауза, размышление и усвоение того, что услышал. Удивительное состояние. Вот я это самое удивительное состояние сейчас испытываю, особенно когда замолкает орган. Какая-то и создалась доминанта, теперь переключение происходит, в момент там происходит пауза, это как раз то нервоническое состояние. Так вот, это подтверждает то, о чем говорил и Владимир Иванович Патрушев, и Евгений Валентинович. То есть вы уже вошли в состав нашей Народной Академии Наук на ВЕЧЕ. А ВЕЧЕ слово включает опыт всего человечества. Многие не воспринимают это Народная Академия Наук ВЕЧЕ. То есть Народная Академия Мыслей, Знаний Человечества. Чем богат русский язык. И вот я сегодня, слушая, вот здесь, собственно, я познакомился с четырьмя уровнями самоидентификации и самореализацией в информационном пространстве. Ну, я могу вспомнить, у нас была встреча, вот Владимир Иванович упоминал, у нас была встреча с экологами, Всероссийский агроэкологический центр Российской Академии Наук. Там были академики, мы говорили об экологической безопасности, о проблемах опустынивания. Так вот, сейчас мы выходим на проблему остановить убывание сознания. Припопытно, что Владимир Иванович Вернадский на тему возрастания, как он говорил в письме, в переписке со своей женой, в 1893 году человеку всего 30 лет, что мы наблюдаем взрыв сознания в биосфере. Еще понятия иносферы он не использовал. Взрыв сознания, взрыв интеллекта в природе. И дальше продолжает. Возможно, через миллионы лет начнется обратный процесс. Так вот, он уже начал, начался этот процесс. Я хочу напомнить, что сегодня 160 лет, не только 160 лет Владимиру Ивановичу Вернадскому, но 100 лет назад, в 1923 году, когда он учился, был, читал лекции по био-геохимии в Сорбоне, он был безработным, имея статус академика Российской Академии Наук. То есть, ему разрешили поехать в Академию по приглашению Апеля, президента Сорбоне, почитать лекции о геохимии. И он в это же время уже работал над живым веществом, как культурная био-геохимическая функция живого вещества в биосфере. То есть, живого вещества поколения человечества, хомо сапиенс фабер. И вот, по итогам работы, ну, у него получилось так, ему разрешили только поработать один год. Год истек, и муж поставил условие, возвращайся. Он говорит, я не могу возвращаться, я только начал работу, нащупал функцию живого вещества. Он пережил до этого, в 20-м году, это тоже, видите, даты какие. В 20-м году он пережил тяжелейший брюшной ТИФ. Ну, вы знаете, как доктора, что такое. Ему во время вот этого состояния приснилось, что он создал институт живого вещества. Да, он писал об этом Корнеге, фонд Корнеге. Ему отказали, и он был все время заботен тем, что вот он умерет, находясь в таком состоянии. И все его идеи, наработки, уже исследования по живому веществу поколения человечества, то есть, хомо сапиенс фабер, уйдут вместе с ним. Он боялся этого, катастрофически боялся. И вот, когда он болел, он, ну, в таком, в трансе, вот если вашим языком, и он писал в это время, во мне проснулся демон Сократа. Демон его, если говорить языком Сократа. И вот в данном случае ситуация такая, что как раз он закончил в Сорбоне, когда вот эти сроки, отведенные Академией наук, хотя непременно в секторе был его учитель, вместе они, ну, не учитель, сокурсник Альдинбурге, братья Альдинбург Сергей Федорович. Они поставили ему условие, если не вернешься, мы снимем тебя с довольствием, лишим тебя академических всех званий, ну, зарплаты и так далее. И они его лишили. И вот он был в таком катастрофическом состоянии, что же мне делать? И фонд Розенталя, ему предложили коллеги, вот в частности, Опер, чтобы он подал свою идею, он работал с Кюри, в центре Кюри, он работал в центре естественной истории, и ему дали грант в одних источниках 30 тысяч франков, в других источниках 40 тысяч грантов. И он год работал уже как институт живого вещества, в котором его отказал фонд Хернеги. И когда он закончил уже исследование, он написал, что он должен отсчитаться перед фондом Розенталя. И он закончил вот этот счет, и родилась книга. Автотрофность человечества. Можете представить, и там выводы такие сделаны, фундаментальные выводы, из которых потом выросло, это еще понятия на асфере еще не было. Его слушали Триар де Шарден, принимал участие в семинарах, Леруа, в лекциях по геохимии. И вот он наполнил новым совершенно содержанием понятия биосфера, который ввел в свое время с Дюс. Он вернулся по-новому, записал принцип реэдит от живого, живое только от живого. И вышел, по-другому сформулировал принцип дана. То есть возрастание сознания. И у него там есть даже выводы, что если человек достигал какого-то интеллектуального уровня знаний, то уже назад, ниже, не бывает. Так вот, я убедился в том, что мы с вами тоже убедились, что может быть убывание сознания. И вот интернет как раз разрушает вот это. Но вот еще один закон выявился. Я вот постоянно перечитываю работы Вернадского, особенно научно-мыслив, как понятное время, другие работы. И вот сейчас мы убедились в том, что по существу начало и вечность жизни может продолжаться у человека только тогда, когда он выходит на какой-то уровень осознания себя, как ноосферного. С терминами тут еще нужно разбираться. То есть человек может себя воспроизвести, только поднявшись на определенный уровень сознания, как личность. То есть до сих пор же не расшифровали, как человек или его интеллект вложил Господь Бог, как человек экологичный и как человек человечный. Да, 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 да. И вот как новый тип совершенно человека. Об этом Субьета пишут, другие ученые пишут. Я сожалею, что не было. Нет сегодня Бориса Георгиевича. Он как раз эту тему исследует. Так вот у нас по существу сейчас складывается Институт наосферной личности Народной Академии Наук Вечи. Что я имею в виду наосферной личности? То есть мы, опыт Советского Союза, сто лет советской науки, советского образования, советского человека, советского народа, советского гражданина, это как раз ступень, как возвышение человека до наосферной личности. И вот вы все в совокупности, я имею в виду тех, кого мы слушаем, наосферной личности, вы находитесь в этом состоянии ментально, эмпирически, в профессии. Но тут можно много. Этически, разумеется, экологически и в других аспектах. И по существу мы, сам процесс вот этих наших дискуссий является процессом создания института формирования наосферной личности, причем и индивидуальной, и профессиональной, и коллективной, и поколенческой наосферной личности. Это как раз лекарство против искусственного человека, искусственного интеллекта, против служебной личности. И вот в записках Вернатского, особенно вот в автофортности человечества, он замечает, что новые люди, управляющие, они живут в прошлом, позапрошлом веке. А вот такие личности, как мы, опережаем человечество, но нас не слышат, потому что не понимают. И вот он ссылается, скажем, на Азюса ссылается, ссылается на Дона. Он говорит, что они эти идеи высказали, но не наполнили содержанием знаний. А мы с вами, используя потенциал интернета, можем эти знания наполнять самыми современными, самыми неотложными, самыми необходимыми знаниями во всех областях человеческой жизни. То есть тут наосферная культура, это работает Урсула. Тут наосферная этика, тут наосферный потенциал политики, в искусстве, в творчестве. И вот у меня есть книга интересная, «Кибернетика и ноосфера». 1986 год, 1986 год. Среди ее очень много авторов, но серия книг, «Кибернетика неограниченной возможности», невозможны ограничения. Вот я ее прочитал, наверное, третий раз читаю. Но здесь вот, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я тут сделал уточнение такие. Ноосферное начало, основы, принципы, императивы, императивные начала, кибернетики. И вот там, где непонятно, особенно касается системы управления, там везде слово «кибернетика». Любая кибернетика, как система управления, она имеет сферное начало личности, той, которая открывает северные законы природы. То есть, по существу, я думаю, я благодарен Николаю Александровичу, что он, по существу, подтолкнул к необходимости побыстрее нам создавать вот этот институт формирования, восхождения к ноосферной личности. Отсюда, ноосферная семья, в поколениях. Другого варианта, вот мы с Евгением Валентиновичем как-то дискутировали, как нам преодолеть депопуляцию. А нам нужно самое главное решить проблему. Востребование ноосферного интеллекта, ноосферного потенциала личности в поколениях, начиная с института семьи. Понимаете? То есть, у нас семью превратили в ферму. Ну, мы видим по Европе что-то такое. То есть, я думаю, тема сегодняшняя очень такая, интересная, актуальная. Но, вот я хочу, обращаясь к коллегам, ну, во-первых, поддерживаю предложение Евгения Валентиновича и Владимира Ивановича. Ноосферная планета. Ноосферную планету невозможно организовать как комфортную такую, счастливую планету без ноосферных личностей. Без восхождения человека в поколениях от животного хомо сапиенс фабер человеку разумному институтами знаний, образования, культуры, индуетики и так далее. То есть, без ноосферной личности. Вот мы с вами в интернете пытаемся выстраивать такую, вот такую систему. И вот мы в самом начале, нам уже больше года наша академия, мы поставили задачу экспертно-мониторинговой, ноосферной, экспертно-мониторинговой миссия знаний, миссия образования, миссия культуры, миссия управления, миссия конституционного строительства. В 2005 году я защитил докторскую диссертацию, она называлась «Носферная концепция развития социальных институтов». Она ходила 9 месяцев, ну, как положено, беременных, по ваковским структурам, но все-таки ее утвердили. Я не думаю, что мне при жизни вот я буду испытывать такое счастье встречаться с коллегами, которые эмпирически, ментально, нравственно, экологически, духовно, во всех аспектах ноосферной личности. Спасибо вам большое. Я счастлив слышать то, что вы говорите, и поэтому «Человек будущего» «Хома футурус» у нас, эта школа такая в интернете, как раз-таки посвящена этой целостности человека. Целостности человека. вот это учебное пособие на сферной футурологии, изданное в 2010 году. Это мы с автором, я автор этой книги, Гидар Мамедович, Иманов, он был тогда президентом, ректором Смольного института управления российского академия образования. Так что мы в этот процесс двигаем, вот на сферная научная школа, который возглагает Александр Иванович Субета, кстати, 28-й ему исполняется, 86 лет, представитель пяти поколений, мы вот с Владимир Ивановичем представители четырех поколений, то есть мы знаем, для чего мы все это делаем. Так что скажите, пожалуйста, вот я вот вас слушаю, вам не кажется, у меня давно приходит эта мысль в голову, что все нормальные люди думают одинаково, то есть просто они по ходу того, как их мироощущение здоровое потом переходит мировоззрение, сталкиваясь с проблемами и по обратной связи там кастализуясь мировоззрение, по ходу может быть кто-то где-то застревает, кто-то где-то там задерживается по времени, а в принципе все люди нормальные, они сопереживательные, их волнует не только их личная проблема, их волнует проблема человечества, и вот то, что вы сейчас говорите на сферное, это как раз таки речь идет о том, что здоровый человек, он не может не беспокоиться о здоровье всех людей на свете, так это же и лежит в основе всех религий, которые, к сожалению, дух идеи потом утрачивают в процессе времени и трансляции, форма остается, традиция остается, а сама суть о том, что человек должен быть человеком, утрачивается, а это так просто, просто не все это могут сразу понимать, потому что надо стать мудрым, взрослым, много пережить, чтобы понять чувство бесценности живого, чувство сопереживательности, потребность не только выживать, но и созидать, но это как раз таки все нормальные люди так и думают, несмотря на то, что больные они или здоровые, но в нормальности и вообще здоровье, что такое? Здоровье это не отсутствие недугов или достатков, а развивающаяся способность справляться с этим. Совершенно верно. Еще вот я, раз вы говорили о религии, будучи в Париже в 23-м году, в 1923-м году, Вернадский в дневнике записал, Бог, понятие и образ, я цитирую точно, слишком полный несовершенства человечества. Да, да, да. А можно поменять слова в порядке. Бог, образ и понятие слишком полный несовершенства человечества. Конечно. Еще до введения понятия ноосфера. Впервые понятием ноосфера он воспользовался в 36-м году. И то, когда была опубликована работа Леруа, вот как раз термин ноосфера был. Он пишет в дневнике, что я принимаю это понятие, но он его наполнил таким объемом знаний, приведя в порядок то, что и вот Вторая мировая война подтвердила, что вот победа во Второй мировой войне, кстати, как и первая революция это феномен, эмпирический феномен движения человечества к ноосферной цивилизации. И Россия в этом плане разведчик и создатель, обладающий ноосферным потенциалом человечества, который только-только вот мы сейчас пытаемся понять, осознать и реализовать. Так что большое спасибо, коллеги. Теарда Шардена наверное тоже об этом только и говорил. Вот у нас есть друг ноября академика, который тоже любит Теарда Шардена, который тоже говорит об этом. И у него есть удивительная теория о том, что все мы созданы из света, из фотонов. У Теарда Шардена, к сожалению, у него не так много работы, вот эта книга «Феномен человека», он тоже как раз был моложе, младше, в общем-то 1881 год, Вернадский 63-й год, видите, какое почти поколение. И он тоже во время войны он слушал, принимал участие в семинарах Вернадского, когда он написал книгу «Феномен человека», он принадлежал католичеству, ему запретили эту книгу издавать, запретили вообще говоря читать лекции, и вот трижды Ватикан обвинил в том, что он пытался примирить науку с религией, понимаете? И так его до сих пор не реабилитировали, хотя в 1996 году, я уже заканчиваю, в 1996 году Папская Академия Наук признала эволюцию. Ну ладно, я закончу, эта тема такая. Кради знаний, у нас есть о чем поговорить. В ЭКаде знаний огромное, спасибо вам за просветительский такой доклад для нас, вы столько деталей, подробностей знаете, прямо, ну, душа... А можно, Николай Александрович, можно я одно что-то выражу? Да, я только организованно скажу, я прошу вас, уважаемый Хасай Магомедович, значит, следующий докладчик будет Юрий Иванович Горохов поднял руку, у него биосферного ревалдинга, биосферного купола, короткий доклад, но я прошу вас представить аудиторию, у них, может быть, есть вопросы, рассказать чуть-чуть о династии Алиевых, что вы не только один, Хасай Магомедович Алиев, но ваша дочь, Шейра, сын, Ален, Махачкале, ваша внучка тоже... Это же мои первые, первые ученики нашего направления и специалисты первые, Ален и Шейла, когда они были совсем маленькие, они уже смотрели, как я петуха гипнотизировал, а потом внучка моя, Гретка, через много лет я ей показывал, как петуха гипнотизировать. Они всю жизнь это пронесли, они сейчас профессиональные психологи, Ален и Шейла ведут свои школы, так что мы все вместе и у нас в семье есть, как тоже есть какие-то секреты, семейные секреты, которые мы постепенно выдаем в плане наработок, помощи людям. У нас есть свои рецепты такие вот, очень простые, быстродействующие, но мы это выдадим. А вы можете посмотреть, кто у нас среди гостей и коротко прокомментировать там, может у кого какие-то вопросы есть, прочее там, и основных, вот вы же видите, кто у вас среди участников, это участники вашей школы. Я не вижу. Нажмите на участники, у вас выскочит, кто там, фамилии, все выскочит, имена. Николай Александрович, давайте дать вопросы, вот Владимир Иванович Патрушев, вопросы Хасая Алиева, может быть вопросы есть. Чтобы завершить эту тему, вот сегодняшнюю. Ну, я предлагаю, пускай Юрий Иванович выступит, а потом уже будут вопросы. Может, до Юрия Ивановича буквально полминуты я скажу одну фразу, ладно? Вот у меня была встреча, я не знаю, говорил как-то, я в прошлый раз или не говорил, с академиком Шкловским, астрофизиком, который говорил, что разум на планете исчезнет, жизнь будет истреблена, потому что как только появляется разум, он сам себя уничтожает. Человек, говорит, создает, например, холодильную промышленность фреона, фреон не уничтожается в атмосфере, заслоняет потом солнечные лучи и прочие десятые. Вот ты, говорит, увидишь, вырезают сельву, а сельва – это легкие планеты, говорит, из нее делают целлофановые пакетики, пакетики неуничтожимые, это пластмасс, короче, забивает всю среду. В конечном счете, мы, говорит, единственные на планете Земля, потому что все цивилизации, видимо, они исчезают, потому что как только человек открывается разум, в конечном счете, он сам себя уничтожает. На этой стадии, когда он начинает экспериментировать с этими кнопками, открывает химию, начинается химизация, потом все отравляются, ДДТ, дусты всякие и прочие, тараканы, короче, человек не сохранится. Я ему говорю, ну, кроме минусового момента, я же еще плюсовые какие-то открытия, он говорит, ты просто оптимист. Я поэтому думаю, что Академия Шкловский, и вот сейчас вот попытка прозвучала сегодня, давайте мы посмотрим в капитализме и в социализме плюсы и их соединим, чем постоянных лбами сталкивать. На самом деле человечество движется вперед, это же диалектика и плюсы и минусы плюсы капитализма и плюсы социализма. Надо как раз вычислить, а негативные моменты убрать, и через это и происходит развитие. И у меня есть книжка такая, которая несколько лет назад была написана «Национальная идея России и генератор будущего». Я просто хочу, я понял, почему люди, когда во власть выходят туда наверх, почему они становятся циничными. Там совершенно другие принципы взаимоотношений. И как сделать так, чтобы было лучше, как нам все вместе стать, как вы говорите, на асферме, на асферме, как нам все вместе стать, как мы говорим в школе «Человек будущего». Я вычислил признаки человека будущего, это человек, который со скоростью инстинктивных реакций создаёт изобретение. то есть по существу, может в условиях неопределённости, при столкновении с неожиданностью, с неизвестностью, быстро генерировать оптимальные решения, за счёт этого выживать и развиваться, иначе человечество действительно погибнет, как мамонты умерли после доступления ледникового периода. Я всё сказал, я не знаю, что у нас мне посмотреть, я вот вижу список, как... Да, участников посмотрите, потом их представите. Так, я вот выполнил, считаю, миссию, я познакомил, как говорится, руководителя династии Алиевых, значит, с руководителем другой династии, Шаркоплясов, у него тоже дочка доктора медицины, я имею в виду про Евгения Валентиновича, поэтому я считаю, вот такая начало дружбы профессионалов тут положено, значит, Юрий Иванович выступит у нас по биосфере, а вы посмотрите среди участников, а вдруг у Шейла есть, тоже пускай выскажется, ну и будет... Если Шейла здесь, конечно, пусть выступит, конечно, я... А вы посмотрите, кто там среди участников. Юрий Иванович, вам слово. Александр Магомедович, приветствую от души. Спасибо, я очень рад вас видеть. Да, всем присутствующим здоровья долгих лет и давайте-ка жить долго, может быть, нам удастся что-то сделать на планете и перевести отрезок времени темных сил преодолеть и выйти на новые рубежи и на новую планету. Я просто маленькие дополнения, вот я вижу Евгения Шелковникова, по-моему, Шелкоп... А, это Шелкопляс, Ольга, Карине, Надежда Ивлева, может быть, вот каждый из них, но кто-то, кто быстрее скажет, появится, включит видеокамеру и голос, и представится. Было бы, наверное, так правильнее. Ну, друзья, кто вперед это сделает, кто ученик, Расая Магомедовича? Включите видео и перекличку сделаем. Да, не стесняйтесь, давайте как-то уметь общаться, разговаривать. Если Шелла здесь, моя дочка, конечно, я бы хотел, чтобы она... Я Шеллу не вижу, может, там по другим именем. По-моему, все скромничают. А может, она под айфоном аватаркой? Может быть, просто она уже, как говорится, была и ушла, потому что, может, там она с каким-то больным ему помогает или еще что-нибудь. Что-то все скромничают, молчат. Да. Ну, тогда я... Хотелось бы много еще рассказать, Хосей Магомедович, ну, здесь такие умные, простите за житель, дядьки собрались, но не сильно вы устали, скажем, от таких бесед. Вообще, это интересно, вот пообщаться на какие-то... Я же архитектор, и, ну, маленько представлюсь, кто же не знает, член Союза архитекторов и член-корреспондент Российской инженерной академии. И вот то, что мне удалось сделать, создать некую концепцию «Живая планета, биосферная цивилизация», создавая на своем участке подрезание в три вектара особое пространство, замкнутую экосистему, природный баланс и биосферный купол. Мне бы хотелось немножко, ну, как оппонировать Василию Николаевичу, на сферный человек. Вы понимаете, в чем дело? Я как-то... У меня есть свои практики, да, потому что вот архитектор, он же вещит идеи с пустого листа сделать нечто, найти какое-то решение, какое-то... Так, кто-то запустил экран, надо выключить. Алексей Самаров. Так, выключить экран, наверное. Отключил. Вот, у меня тоже есть свои такие исследования и психологические, и, скажем, эмоциональные, и на тонком плане, скажем, тоже продумываю и свое состояние, состояние эмоциональное, состояние выхода на какие-то рубежи, да, когда есть поиск идеи, и идея получается, она находится, это тоже на себя вести определенное состояние. Вот, маленько поделюсь я, ну, от понятия, что была мысль, потом было дело, мысль воплотилась в действие, в реальность. У меня есть, даже, скажем, свой такой некоторый ряд слов, я даже его пропишу, который вот у меня так уже давно, скажем, я с ним прорабатываю. мысль, идея, желание, намерение, действие, воплощение, отражение. Вот такой каскад, скажем, слов, которые дают мысль, которые дают от начала до конечного результата. Отражение – это то, что ты сделал в пространстве, то, что оно дает людям, то, что оно дает обществу, то, что оно дает планете. Это отражение твоих действий. И состояние человека, вот, например, скажем, управление вниманием, я тоже тему это исследую, это очень важно, по мне, на мой взгляд, это очень такой первый шаг, когда ты можешь управлять своим вниманием. Это шагом управлять, да? Первое, да, это для меня, я так думаю. Если ты научился управлять своим вниманием, значит, ты научился управлять своей энергией. Твое внимание – это твоя энергия. Да, конечно. Управляешь своим вниманием ты управляешь своей энергией. И, значит, еще есть такие моменты, мои исследования, то есть человек может себя вводить в определенное состояние. Первое состояние – это состояние отдыха, легкости, расслабления. Второе состояние – это действий, воплощений, активации. Третье состояние – это переход в состояние информации, медитации. А четвертое состояние – это состояние Творца. Да, 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 вот именно так. Да? То есть человек... Конечно, об этом я говорю, конечно, да. Ну, это я, вот мои исследования. Я не очень знаком с вашими замечательными трудами, но я там по-своему исследую. То есть человек может управлять своим сознанием и своим состоянием. Когда нужно заснуть в эти состояния, ты заснешь быстро. Когда нужно просто нормальное, обычное действие, идешь в состояние активации. И состояние уже последнее – это состояние Творца. А еще можно использовать саму энергию напряжения стресса. Да. Перекидывать, как в Айкидо, на решение нерешаемых вопросов, которые обычно решать не могут. Это у нас как раз ключ-два элемента. Ключ-два. Вот видите, как вот мои исследования попадают в ваши... Да, да, да. Я же говорю, все люди нормальные, думают одинаково. Просто нам не хватает, знаете чего, уверенности в том, в себе, уверенности в том, что мы правы. Вот я маленький анекдот скажу, что там один мужик наш сидел, там карикатура была в крокодиле, сидит, голову чешет и жене говорит, слушай, котелок-то у меня, оказывается, варит. Там, говорит, в Америке один мужик, говорит, изобретение сделал, говорит, 100 миллионов долларов получил. Я же это давно придумал. Котелок-то, значит, у меня варит. То есть, в принципе, все-то мы одинаковые, но он-то посвязнялся выставить как изобретение, а тот выставил. Да. Мы просто не верим сами себе. Мы творцы, а сами себе не верим. Мы застреваем в шаблонах, в авторитетах, когда мы попадаем в неопределенность. Мы как-то ходим на канате, вот так вот. И кто верит в себя, в свою именно правоту, когда он искренне работает, искренне работает, даже ошибается, но если он искренне подходит к себе и к жизни, он всегда потом побеждает, независимо от того, какие у него там потери. Конечно, конечно. Вот, да, я немножко продолжу, да, вот прям попадание вообще в точку. Вот состояние, скажем, творца, оно очень необычное. Это как раз состояние перехода, ну, наверное, в тот момент, когда ты решаешь вопросы, ты решаешь какие-то идеи, ты выдаешь какие-то результаты, ну, которые в других состояниях ты не смог сделать. Это поиск и выход на определенные уровни социального, ну, своего развития, да, и, например, ну, я не знаю, там, цивилизационного развития. Насколько твои мысли, они масштабны, глубоки. Вот у меня, я рассказывал, у меня были учителя замечательные, которые мне дали какие-то понимания. Наверное, первая учитель была моя мама, Царство Небесное, она у меня, ой, я могу много про нее рассказывать, она орденоносец, у нее медали, орден и знак почета, и Красный Знамени, там, и революции. Она многостаночница на авиазаводе в Иркутске, проработала, она управляла, по-моему, четырью станками, а каждый станок большую комнату занимал. Вот, она мне много дала, Царство Небесное, и папа мне дал понимание, мысли, как можно руками, да, делать своими и воплощать. Вот, ну, знаете, мне было года два-три, наверное, и я как-то любил рисовать, просто брал, мне мама дала бумагу, карандаш, я круги рисовал, круги рисовал, рисовал один лист, второй, тетрадку. Я говорю, мама, давай еще тетрадку. Она говорит, ты знаешь, у тебя остался уголочек пустой, а нарисуй-ка там домик. Я говорю, опа, интересно, я нарисовал домик, а потом дальше пошло. Наверное, мне в два с половиной года произошло такое, у меня есть еще такое интересное понятие, которое я читал в книге «Звери, выживая вода», мировоззренческий сдвиг, который есть у каждого человека и который идет, прослеживается в развитии цивилизации. Когда ты накапливаешь некую информацию, да, и которую, ну, вот я уже рассказывал, когда… Инсайт, инсайт такой. Да-да-да, когда у нас были, например, ну, не знаю, 2000 лет назад римские цифры, да, которые сейчас есть, но они не справлялись в тот момент уже в определенной, да, когда накапливалась информация, нужно было делать подсчеты условно там каких-то урожаев, что-то еще, они не справились. Тогда появились арабские цифры, это был мощный скачок, это был мировоззренческий сдвиг. Появление компьютера, это мировоззренческий сдвиг, да, появление еще каких-то там систем, ну, я не знаю. И у каждого человека в жизни происходит, а надо проследить в своей жизни у каждого. В определенный момент это происходило. Вот когда это происходит, это ты переходишь, это, по сути, квантовый скачок. Из меры ощущения, из меры понимания переходишь, да. Да, переходишь на новое понимание, новое сознание, у тебя расширяются горизонты. Я даже, знаете, вот такую картинку расскажу, она у меня была уже там, ну, в сознании такая лет, наверное, пять назад. Вот представьте, черное поле, на нем сидят люди. А это знаете, как произошло? Я просто лежал в ванне, и вот состояние эмбриома, я как-то стал задуматься, что же такое состояние. То, что это внутри у трубы матери, это да, это одно. Ну, я увидел картину, когда на черной земле сидят люди в таком же состоянии, на коленях, да, смотря вниз на землю. И один из них, а над каждым человеком летает ангел, ангел-хранитель, да. Ну, вдруг один начинает поднимать голову, он выше, видит уже больше своего квадратного метра, он видит уже 10 квадратных метров. Начинает поднимать выше, он уже выше горизонта, он поднимает выше, встает, и он видит небо, видит, а значит, солнце и видит Вселенную. И вот эти люди, они очень ценные, которые проснулись, которые имеют другой уровень сознания для Вселенной. Вот такие мысли очень интересные. Хороший образ, да, конечно. Вот, еще я бы хотел пару сказать, ну, вот хотелось бы пообщаться, конечно, здесь много чего. Видите, у нас попадает, вот, ваше исследование, и мои личные, которые я еще не особо делился. Вот, управление пространством. Если мы, значит, выходим в определенное состояние, состояние, ну, есть такое понятие еще абсолютное, когда ты выходишь в сознание вот этой нирваны, да, когда ты у тебя… Ну, это то, что Тесла использовал. Да, да, да. В это состояние, там продолжал думать, и там он создавал изобретение, потому что там нет страха, стереотипы, комплексы и так далее, и там свобода. То есть, объединяется с вечностью и с безвременем. Это и в молитве люди так, получается, соединяются. Они это и назвали Богом. Да, здесь даже много есть моментов, когда можно, скажем, дойти до такого состояния, когда ты будешь недоступен, ну, условно, для темных сил. Ты можешь выходить на некоторые другие информационные слои. А темные силы, они же видят свой горизонт и ниже. А когда ты выходишь на уровень сознания, ты просто недосягаем. Да, и в этот момент, то есть, у вас такое сознание по состоянию, и ты можешь управлять, ну, один из вариантов, пространством и временем, реальностью и событиями. Тут надо аккуратнее, тут надо аккуратнее. Тут аккуратнее надо быть. А то люди буквально понимают некоторые вещи, да. Ну, у меня здесь такая байка, я мог бы рассказать про собачку. Ну, вот это такой интересный момент. Мне, когда я был маленький, мне было года четыре, да, я, ну, ездил там к родственникам. Была собачка, а я немножко неосучен, сложно, я стал ее как-то там дразнить. И в один момент, ну, просто она меня покусала, не сильно, но покусала. И у меня вот эта боязнь сохранялась, ну, до последнего года двух, наверное, боязнь собак. Вот, и я как-то в своем таком духе, ну, я попробую так вот в мыслях, ну, вернуться в то состояние, в тот момент, когда вот меня эта собачка покусала, условно говоря, там, 40 лет назад, 50 лет назад. И я как-то мысленно представил, что я с ней подружился. Я ей дал хлеб, мы с ней как-то друг друга поняли. И вот как-то это, вот эта боязнь, да, вот эта карма, что ли, она нивелировалась. И все, у меня это исчезло. Представляете? Потрясающая новелла, потрясающая новелла вот эта. Да, вот такие моменты. Урок для всех невротиков очень хороший. Вот, еще маленько расскажу. Управление пространством, то есть, есть, ну, вот я уже много раз рассказывал. Вот у меня, например, духовная квартира. Ее там 46 метров. Брежневку я купил, там, не очень дорогую, в Рязани, уже лет 10 назад, да, примерно, даже меньше 8 лет назад. Брежневка, двушка, да, 47 метров. Ну, я немножко стал понимать, организация пространства, то есть, при тех же параметрах мы можем изменять качество. В итоге я со своей двушки сделал четырехкомнатную квартиру, в которой у меня вот здесь кабинет, гостевой санузел. Дальше мы переходим. У меня большая ванная с санузлом и сауной, ну, которую еще не сделал, да, пока денег не хватило. Две спальни и кухня, столовая, гостиная. Квадратура же не изменилась. Нет. Вы просто разместили такой интерьер внутренний, сделали по свету и так далее. Но это же не значит, что вы пространство поменяли, правильно? Я поменял качество пространства. Качество восприятия. Вот это важный момент, почему я сказал аккуратнее, потому что у нас молодежь, когда она смотрит эзотерику, смотрит про телепатию, про сверхвозможности, про ноосферу, очень много людей буквально понимают. Вот они скажут, что сам Горохов сказал, что он меняет пространство, входя в какое-то состояние. Да, а Горохов известный человек, он архитектор, и начнет кому-то вот другие. Нет, ну я расскажу простые вещи, это же элементарно. А я же не про вас, я говорю про то, как... Да, да, ну я понимаю. Я вот сейчас уже закончу. Параметры пространства сохранились, параметры, а качество поменялось. Ну, условно, можно, скажем, бездумно подойти, там сделать одну большую комнату, поставить кровать, вот тебе одна комната квартиры, вообще туалет на улице, при тех же габаритах. А когда ты подходишь с пониманием эргономики, зонирования... Это гениальное отношение называется? Ну, наверное, я не знаю, да. Ну, конечно, раз вы гений, поэтому у вас так получится. Ну, простите. Вот, ко мне приходила соседка, и она такая была удивлена, вы что, говорит, две квартиры купили, да нет, одну. Ну, и иногда приходят, я им показываю, рассказываю, не закончено, но планировка-то, она известна. Я говорю, перехожу немножко на другие вещи. Гектар земли, вот когда мы переходим на биосферу, на изменение пространства, на ревалдинг пространства, как говорит уважаемый Николай Александрович, на восстановление малых и больших территорий планеты, восстановление экосистем. Вот гектар в пустыне, сто на сто метров, и гектар в лесу, в шикарном, в парке. Параметры одинаковые, а качество пространства другое, совершенно. Так вот, человек... Я скажу на вашем примере одну удивительную вещь, на вашем примере, хотите? Кто достигает истины? Достигает истины тот, кто максимально способен сосредоточиться. А кто может сосредоточиться максимально до такой степени, чтобы пробить это, безвремя не сделать, и в вечности перейти из конкретности? Тот, который любит свое дело. Потому что тот, который не живет в согласии со своими генетическими способностями, он не может сосредотачиваться. Поэтому написано найти свое место под солнцем. Найти себя. Да, поэтому вы гениальный человек, потому что вы позволили себе заниматься любимым делом. А когда вы занимаетесь любимым делом, вы можете максимально сосредоточиться. Потому что вы там не теряете энергию для другого человека, который занят нелюбимым делом. Он убьет себя тем, что он будет так сосредотачиваться. Потому что он будет сосредотачиваться насильно над собой. А вы с любовью сосредотачиваетесь. Вот в чем разница, вот чего люди не понимают многие. Поэтому психофизиология, которая написана и там у Соломона, и у Христа, и у всех написанных, и у Будды, она правильная. Просто доносят нам ее иногда, и понимаем мы ее иногда, не совсем правильно. Хосан Миронович, еще буквально полсекунды. Вот важный момент. Смотрите, вот сколько людей в стране, в мире занимается своим любимым делом? Ну, процент, два, три, мало. А можно сделать так, чтобы этим занималось большинство людей? Да, знаете, почему они не занимаются? Самая простая причина, что для многих нет условий, чтобы он любимым делом еще и на жизнь зарабатывал. Потому что конкуренция, вот выживание и созидание. Чтобы он, занимаясь любимым делом, еще и деньги зарабатывал, потому что деньги существуют, и без них никуда не денешься. Потому что существует тело, а тело требует питания, кровати, свежего воздуха, а это стоит денег. И поэтому люди путаются. Как же заниматься любимым делом, если это мне дохода не принесет? Поэтому это запутывает людей. Людям надо объяснить, что без любимого дела они жить не могут. Они должны заниматься хотя бы в порядках хобби, и они должны мечтать, несмотря на то, что исполняются их мечты или нет. Но в этом мечтательном процессе миллиарды клеток мозга входят в синергетику, сохраняется здоровье. Потому что некоторые люди перестают мечтать, они не понимают, что это оживка здоровья. Много тут чего надо просто людям объяснять со школы, потому что некоторые люди не понимают. Они говорят, а что толку мечтать, все равно не сбудется. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, это я бы не особо обвинял людей, но это по-разному же и складывается. Это образование, это образование. Образование, ну и состояние общества, и цивилизации. И самое главное, что сверху, когда врут, наступают войны. Да, да, да. Вот и все, надо просто сверху не врать. А чтобы сверху не врали, надо, чтобы система подбора кадров еще была построена по механизму. Вот это у меня национальная идея расписана. Мы в следующий раз как-то поговорим об этом. Поговорим. Вы сегодня замечательные вещи говорите. Вообще у нас, оказывается, люди такие духовные, с силой воли, с настойчивостью. У нас прекрасный коллектив, вот я смотрю. Я так счастлив, что я один из участников. Попробуйте организационные вопросы поезжать. Я, значит, прошу Юрия Ивановича, как говорится, он у нас отвечает. Он закатает это как бы в Zoom, передаст вам на WhatsApp. Ссылку, ссылку, ссылку. Я на YouTube. Если никто не против, я запишу на YouTube, господи, и передам ссылку, конечно. И мы у себя в школе на YouTube-канале поставим. Юрий Иванович, у вас на WhatsApp завтра покажите заставку там. Максим Конторович, у нас будет марафон в рамках выставки «Уникальная Россия». Вот эту заставку покажите. Завтра у нас будет Zoom организационный, посвященный нашим таким Zoom-ам с 24 января по 5 февраля в рамках выставки «Уникальная Россия». То есть наша тема. Университетская Россия. Николай Александрович, коротенькое резюме. Вот после такой беседы я не могу его не высказать. Чем отличается советская система образования? Поскольку мы дети, это советская система образования и науки, там был постоянный рост уровня культуры массового общественного сознания. Рост культуры. И этот рост культуры как раз подтвердил то, о чем в свое время еще до революции сказал Вернадский. Когда уровень моральный и интеллектуальный уровень правящего класса ниже морального и интеллектуального уровня народа, тогда случаются революции. И вот мы как раз сейчас нащупали вроде бы инструменты повышения массового общественного знания от советского опыта ценностей к ноосферной личности уже как массовое явление, коллективной ноосферной личности, не только индивидуальной, профессиональной и так далее. И вот этим как раз, это главная цель не только нашей Народной Академии Наук Вечи, не только каждого из нас участвующих, но и всех наших партнеров. Так что очень хорошее сегодняшнее такое заседание. Спасибо большое. Да, создание интернета показало, что общество хочет быть единым, человечество хочет быть единым, тоже целостным, не только человек целостный. И искусственный интеллект помимо негативных своих сторон имеет позитивную сторону. Кстати говоря, впервые человек начинает задумываться, чем он отличается от искусственного интеллекта. Потому что его рабочее место будет убрано, чем же он отличается. И тем самым у него развивается самосознание. То есть это в эволюции процессов развития. Василий Магомедович, сегодняшняя Академическая встреча была посвящена знакомству с вами, с вашей методологией, были новые люди. Поэтому я предлагаю сейчас вот Юра сделать объявление. Юра сделать объявление, я в следующий раз покажу вам один уникальный прием, который секундами снимает стресс, за секунды. В следующий раз я покажу. Еще мы сделаем блиц-опрос участников обвинения о данном мероприятии. И 4 числа у нас с 24 по 5 февраля Академический зум-конгресс Университетская Россия, Академическая Россия, Интеллектуальная Россия в рамках выставки форума «Уникальная Россия» и поддержки академического проекта «Советское наследие. Лучшие опыты и практики нашему светлому будущему». Ну, у нас 29 числа день Белорусской войны, 2 февраля будет 80-летие Сталинградской битвы, приказ номер 227, Сталинский, ни шагу назад. Значит, 2 февраля тоже знаменитый кругосветка двухъядерных субмарей под руководством адмирала Анатолия Ивановича Саразина. Значит, это равновели, я считаю, полет у Гагарина, а не бесплытие с Северного флота на Камчатку через три океана проплели. Далее, 4 числа у нас программа КЕПС-Вернадского, и мы начинаем подготовку к юбилейному форуму. То есть КЕПС, Комиссия естественных производительностей, КИС, Комиссия истории и знаний, может быть, даже Хасаи Магмедович. Мы вас приглашаем на 4 число, там у нас начинают в 7, ну, присоединить в 8, ну, если вас затруднительно в 7. Ну, поэтому вот такие форумы и прочее. Значит, ну и 8 февраля у нас День российской науки, День рождения Дмитрия Ивановича Меделеева, и пошло дальше. 4 марта мы сделаем как бы стресс-конгресс, посвященный кибернетике стресса, это День рождения Хасаи Магмедовича Алиева, прошу как бы всех участников тоже запомнить эту дату и готовиться. 12 марта у нас День рождения Вернадского, 9 марта, напоминаю, День рождения Гагарина Юрия Алексеевича, тоже как бы космический день. Ну, и потом пойдем дальше, уже к 12 апреля и так. Дорогой Николай, а вот я покажу всем приемы в следующий раз, секундные, которые сразу снимают. А если Юра покажет, как всем свои квартиры увеличить, не выходя из комнаты? Давайте покажите приемы. Нет, в следующий раз, в следующий раз покажем, да. А я буду вам показать, как квартиру увеличить. Я бы свою мастерскую увеличил. Казан Магмедович, друзья, смотрите. Краски, чтобы сделать, можно что-нибудь придумать? Вот у меня красной краски нету, кончилось. Где взять? Ее можно придумать тоже, чтобы раз, краска появилась, не? Я шучу. Ну, это уже управление желаниями, это тоже управление желаниями, это тоже я могу рассказать. Юрий, тебе дали задание, сделай видео хорошее, и следующий раз нам... Ну да, чтобы интерьер, восприятие, восприятие. Вот, например, у меня мастерская, чтобы я раз ее увеличил, вот. Не расчищаю. Это качество, она не увеличится, но качество другое. А это ваши параметры. Ладно, Юрий Иванович, у меня от вас висит еще. Николай, Николай, мы уже давно, я пытаюсь сделать, значит, вебинар, у меня же, скажем, проектов там 20, да, концепт по стране, для обучения, управления пространством, создания... Мы работаем два часа, два часа. Я предлагаю сделать блиц-опрос всех наших академиков о результате нашей встречи. Итак, начинаем с Патрушева, Шокопляса, значит, Василенко, Горохова, и вы завершаете встречу, уважаемый Хасан Магмедович. Мне очень понравилось, недавно я осмотрел одного своего приятеля, он тоже там какой-то академии, академик. Он такой спорщик, такой спорщик, и вдруг я услышал фамилию Патрушева. Я так заинтересовался, он говорит, да если вы смотрите самого Владимира Патрушева, тогда я с вами согласен. И мне было так приятно, я думаю, надо же, этот мой приятель, он такой спорщик, а вот так вот он согласен, да. Владимир, пожалуйста, будьте здоровы, будьте здоровы. У меня с Дагестаном, с Махачкалой, у меня там много друзей, я туда приезжаю, мы там 80 лет, 6 сентября, праздновали в юридическом институте в Махачкале. И удивительно, да. Да, 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 потом на Каспий, на берег пошли. Я считаю, что Республика Дагестан, вот, это вот три таких кита у нас. Это вообще курица межнациональных отношений, она должна быть пример всем мирным. 16 государственных языков, это да, шутка сказать. Вот, мы принимаем какой-то документ, указ, там, постановление, его нужно перевести на 16 государственных языков, для того, чтобы до всех дошло и так далее. Ну, это, вообще, честно говоря, это уникальное явление Дагестан. Это Дагестан, да, 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 да. И Дагестан, вы уникальные явления, я очень рад, вот, видеть, и вот скажу, что у всех у нас судьба ведет нас, как бы, судьба ведет, значит... И мы все встретились, и мы все встретились. А вот что такое судьба, это вам вопрос, вам и Юрию Ивановичу Горохову на засыпку. В следующий раз вы расскажите, что такое судьба, и как она человеком ведет. От характера зависит и условий, да, да. В жизни человека. Спасибо. Вам спасибо. А вот я смотрю, здесь Евгений у нас в гостях, Каплун. Привет моему другу. Мы с ним недавно ролик делали, я хочу вам представить, кто его не знает, заодно представить сразу, может быть, в следующий раз тоже будет с нами учат. Он прекрасный диетолог, потому что он по природе и по образованию математика. То есть он для каждого человека создает диету, зная глубоко предмет. Да, ну, сейчас не будем на этом останавливаться, потому что мы сейчас все начнем задавать эти вопросы. Мы в следующий раз, Евгений. Я просто вас представил, поэтому привет. Пару слов ты приветствовал. У нас блиц, как бы, такое прощание друг с другом. Давайте, если хочешь, конечно. Потом что-то капляс. Евгений, пожалуйста, да. Добрый вечер, друзья. Ну, я абсолютно с вами согласен, Хосе Магомедович, относительно того, что работа должна приносить удовольствие, и тогда и отдача от нее будет. Я ведь всю жизнь работал топ-менеджером в крупных компаниях, и я не родился диетологом. Я просто к этому пришел сам, сначала похудел сам, параллельно улучшась. Вот, потом так втянулся и увлекся, что защитил диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Вот, стал диетологом, и теперь помогаю другим. Я смотрю на некоторых участников сегодняшней дискуссии, и у меня прям руки чешутся помочь, и уже дать какие-то советы, начать прям сразу. Вот, поэтому, ну, когда мы к этому приступим, думаю, не будем сейчас комкать, это тут небыстрый разговор. Вот, я веду группы очные в московском долголетии. Значит, кто в этом возрасте, можно там у них попринимать участие, бесплатные для тех, кому 55+, я консультирую онлайн, значит, в различных там совершенно пациентов русскоязычных из всех стран мира, ну, из многих стран русскоязычные сейчас по всему миру разбросаны, как получилось. Вот, так что нам есть о чем поговорить, не есть чем с вами поделиться интересной информацией. Честно скажу, то, о чем сегодня был разговор, я не все понимаю и не все схватываю. Вот, хотя, ну, вроде бы живу в этом же мире, хожу по этой же земле, читаю те же самые там, ну, газеты или интернет-средства массовой информации, смотрю тот же телевизор. Вот, поэтому я так слушал с интересом достаточно. Не буду сейчас уже поздний час, начало первого по московскому времени, тут все в разных часовых поясах, я так понимаю, вот, дальше как-то затягивать. Я думаю, у нас будет возможность с вами продолжить это знакомство в ближайшее время. Евгений, а вы можете в чате свой телефон написать? Мы хотели бы вам тоже приглашение на наши праздники, науки приглашать и дальше, чтобы с вами работать. А похудеть мы, тут многие мечтают, многие. Да, кто-то первый. Я понимаю. Ну, там у меня есть телеграм-имя, наверное, да, там, я сейчас в чате его напишу, вот, пишите мне в телеграм, и напишу тогда в чате, наверное, сейчас канал, который у меня есть, можно уже заходить и читать там всякие правильные рецепты, их там очень много, вот, которые, что я исповедую принципы, что худеть надо, питаясь при этом сытно, вкусно, не голодая и полноценно, вот. И я просто все уже на себе это проверил, это все работает, если питаться правильно, исключить пищевой мусор из рациона. Ну, а более подробно мы с вами побеседуем, я думаю, в ближайшее время на эти вопросы. Да, Хосемик Амин. Да, спасибо вам большое, Евгений, спасибо. Мне, мол, Ислам сказал, что он с вами как-то работал вместе. Мой друг Ислам, он был генеральный директор курорта Кавказа, и он говорит... Да что вы, я с ним много лет вместе проработал. Да, я его передам... Назар Алиев, да? Да, конечно, это мой друг, да. Да, я ему передам привет. Вы с ним очень много лет проработали. Да, я ему передам привет от вас, позволите, да. Конечно. Да, я вот выполняю просьбу Николая Александровича, он сказал, кто по списку там вот слушает нас, кто еще на месте, если кто-то хочет сказать что-то, пожалуйста, скажите. Да, пожалуйста. Николай Александрович, дорогой мой, я так благодарен каждому участнику вот здесь сидящему, потому что я сегодня, я прямо не знаю, кому больше комплиментов сделать, потому что чисто по-человечески, потому что я смотрю, насколько светлые люди. Вот просто так приятно вот иметь такой круг друзей, где есть такая светлая синергетика, и наступает точка перехода, о котором говорил вот Юрий, что в этот момент можно чего-то новое для себя открыть и двигаться дальше в эволюции. Это очень здорово. Евгений, я вам очень благодарен, что вы сказали, что можно будет там вот нам поработать на профессиональной стезе. Это будет очень здорово. Я очень вам благодарен, друзья и коллеги. Николай Александрович, давай завершай, пожалуйста, потому что кто-то хочет спать, наверное. Я хотел бы, чтобы два слова сказали Евгений Валентинович в завершении и уважаемый Василий Николаевич. И на этом завершаем. Мне слово, да? Да. Ну, уважаемые друзья и коллеги, я думаю, что вот сегодня пользуясь специальной терминологией имели место такое явление, как синестезия, совместное чувство, эмпатия, сопереживание, понимание друг друга, солидарность, резонанс мышления, формирование и развитие сознания, которое приводит к познанию в результате, то есть последствия всего этого. И все это, на мой взгляд, путь к высокой гармонии. Я думаю, что им следует двигаться и дальше. Спасибо вам всем за участие. Спасибо. 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 Можно, да, Николай Александрович? Вот поскольку я здесь представляю Народную Академию Наук Вечи, и получается так, что наша Академия объединяет интеграторов, личности интеграторов, не конкурентов, а личности, которые как раз соединяют, кооперируют знания, складывают знания, то есть умножают знания. Коллективное знание, то есть на основе индивидуальных знаний. И у нас в самом деле, в общем, постоянный диалог, который превращается в потенциал, коллективный потенциал личностей, способных решать любые задачи. И я благодарен вот нашему коллеге уважаемому, что он увидел в нас таких вот субъектов, коллег. Вы современники, вообще говоря, современники. И я думаю, это может каждому из нас продлить жизнь. Василий Михайлович, очень замечательно вы говорите, ей-богу, потому что если бы 30, 40, 50 лет назад я был в таком коллективе, бог ты мой, но почему так всегда происходит, что не ко времени иногда случаются события, которые являются знаками. Хотя у меня есть эта метафора, я могу сказать, что я вчера говорил, когда мы просто говорили с вами, что встреча с личностью эпоха в жизни. Эпоха в жизни. И у нас, у нас, у каждого есть, конечно, и стресс-факторы в жизни, вот как сегодня Юрий пример приводил, как он вернулся потом в прошлое, и там переоборудовался, и стало по-другому. И есть и позитивные моменты в жизни, и наши учителя, и наши коллеги, и даже, может быть, молодые люди, с кем мы встретились, и стала новая вспышка понимания вещей, и новая эпоха нашего понимания. Действительно, я уверен, я нисколько не сомневаюсь, что только уверенность в своих собственных возможностях у человека, если религия открыла веру в Бога, то наука саморегуляции открывает человеку веру в свои собственные возможности. Потому что это одно и то же. Человек и есть Бог. Человек и есть Творец. Человек и есть Творец. И поэтому еще раз хочу пожелать нам всем на долгие-долгие годы, а мы будем молодеть с каждым годом, потому что занимаемся любимым делом, а при этом мы уже достаточно взрослые, чтобы уметь и как-то, каким-то образом и выживать за счет любимого дела. Ну, каким-то образом занимаясь своими школами, проводя какие-то занятия, какие-то деньги мы тоже получаем, хотя не такие, какие получают заточенные, только, кстати, миллионеры очень заточенные на получение денег. А мы, по крайней мере, счастливы. Повешь, за деньги любовь не купишь. Любовь можно купить только, когда ты соединяешься с нечто большим, чем ты, когда ты болеешь не только о себе, потому что если болеешь только о себе, один и останешься. А мы здесь, я увидел сегодня, не только о себе болеем. И поэтому вот таких людях, как мы, я могу так себе сказать, нескромно, как мы все вот сейчас, и стоит человечество. Если таких людей не будет, давно бы эти, как сказал Шкловский, разум был бы уже погашен на планете. А мы еще живем. Значит, оптимизм побеждает. Спасибо большое. Николай Александрович, можем попрощаться, нет? Или ты нас не отпустишь? Да-да-да, вы завершаете все. Хорошо. Друзья и коллеги, спасибо вам большое. Запись будет, да? Да-да-да, конечно. Спасибо большое. Спасибо, всех благ. Спасибо, всего доброго. Готовим наши мощные конгрессы к марту месяцу. Остался чуть больше месяца. Все, я завершаю. Я в чат выложил там ссылку и свое имя в Телеграме. И ссылку на канал можете найти. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания, Николай. Я хочу вам показать свою картину Берегиня. Которая у меня из книжки последней тоже. Я там в своей книжке и методику пишу, и картины тоже вставляю. Это Берегиня. Я хочу, чтобы наша жизнь, следующая, следующая, следующая этапа жизни были под знаком Берегини. Потому что все-таки у женщины есть одно преимущество. Она думает о жизни на земле. Мужчина все время стремится расширить горизонты. Она ему дает поддержку. Дай Бог, чтобы Берегини были, и мы были, и двигались, и расширялись. До встречи, друзья. Всего доброго. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok